В казахстанских университетах будут преподавать более 300 ведущих ученых из НИИ. Между самыми престижными вузами и другими учебными заведениями страны подписан меморандум об обмене опытом и знаниями. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов. Он отметил, что новый подход в обучении поможет снизить дефицит научных кадров. Перед научными сотрудниками стоит важная задача. Уже на начальном этапе обучения они должны подготовить 500 действенных образовательных программ. Новые учебные планы будут применены в отечественных вузах. Также будут работать более 100 совместных диссертационных советов, в состав которых войдут как работники вузов, так и НИИ. До этого времени, к сожалению, ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссоветов. По словам министра, в Казахстане создадут новую информационную систему ЕЛАП. Платформа поможет отечественным ученым узнавать о наличии лаборатории в вузах. По автоматизированной программе профессоры могут заранее записаться и воспользоваться их технической базой. Асхат Аймагамбетов отметил, что совместная работа, проведенная до сегодняшнего дня, в этом направлении дает видимый эффект. Примером такого сотрудничества может послужить Житцузский университет имени Ильяса Жанцугурова. В данное время между Житцузским университетом имени Ильяса Жанцугурова и Институтом математики и математического моделирования, а также Институтом географии, имеется договор сотрудничества. В настоящее время докторанты образовательной программы математика прошли научную стажировку в Институте математики и математического моделирования. А также преподаватели образовательной программы физико-математического направления являются исполнителями грантового финансирования МОНРК. Сегодня министерство повсеместно решает вопрос о нехватке научных кадров. Если до сегодняшнего дня гранты на научные исследования выдавались лишь на три года, то с текущего года по поручению главы государства меры поддержки выдаются на пять лет.